Приветствую вас. Если честно, я не очень понял, какие вопросы вашего девятнадцатилетнего сына вас интересуют. Вы не озвучили просто ни одного вопроса. Что это вроде бы да, вроде бы должны быть вопросы какие-то, но вопросов никаких я не увидел, если честно. Вы говорите, он взялся в раздражении, бросает сразу, я не бросил тебя меня рожать и помогать тебе не обязан. И это правда. Тут как бы не поспоришь. Если вы не воспитали в нем уважение к себе, значит вы себя не уважаете. А если он эгоистичный, значит вы действительно не уважаете себя, раз вы его не воспитали так. И как любая жертва, теперь из первого своего состояния и состояния жертвы, вы превращаетесь в другое состояние, в состоянии преследователя. Когда требуете от сына вам помогать, но он свободный. И если он не делает этого из-за уважения, точнее из уважения к вам и из любви, то он этого не будет делать. А уважения и любви к вам у него нет, потому что вы себя не уважаете и не любите. И если сейчас вы начнете работать над собой и будете развивать в себе любовь к себе, уважение к себе, перестанете жертвовать с собой и будете делать что-то для себя и добиваться того, что вы хотите сами, то, возможно, и сын отношение к вам поменяет. Кроме того, если я правильно понял, отца у ребенка нет. Ну, у вашего ребенка отца нет. Соответственно, адекватную мужскую фигуру у него нет тоже. Вот такой вопрос, а почему нет мужчины у вас? Вы решили посвятить себя сыну или из-за страха близких и близких отношений с мужчинами всю свою любовь и весовый потенциал передали сыну? Получается так или как? На мой взгляд, это очень важный момент. И мне кажется, что на это тоже стоит обратить внимание. Если говорить о том, что отвечать, да, вот вы тут спрашиваете, я не знаю, что им ответить, видя весь этот страшный эгоизм. Ну, во-первых, это не страшный эгоизм. Это страшный эгоизм для вас, потому что вы тут делали все это, да вы его к себе привязать, чтобы он для вас и то же самое делал, что вы для него. Так что, кто эгоизм, еще большой вопрос, судя по тому, что я вижу. Ну, а отвечать ему нужно примерно так, хорошо, сынок, ты прав, и все. А дальше следовать рекомендациям, которые дали вам мои коллеги, например, Игорь Летучий. Вот, очень хорошая рекомендация, я думаю, что вам ей нужно следовать. Вот, если вы хотите, ну, сохранить, все-таки, столику уважения к себе. Вот, вот, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить на ваш вопрос. Вот, еще раз, проблемы сына, его поведение, это следствие ваших проблем, следствие вашего поведения. Поэтому, если хотите понять сына, нужно работать вам с собой. Сын усвоил, уловил все аспекты, которые вы ему подсылали. Например, если вы ему говорили, что ты самый лучший, ты самый любимый, самый-самый-самый, то вот, пожалуйста, вы получили эгоист, который любит только себя. Если вы не приучали сына к ответственности, например, из чувства вины. Вот, вот вам, пожалуйста, это сделали вы. Это сделали вы, но вы же, вы же, можете все и поменять. Да, не сразу, да, немного, но что-то. Правда, вашему сыну в жизни будет тяжело, он, он уже раздражен. Понимаете, он уже раздражен, у него уже есть проблемы. Какие-какие-то. Это не просто, к сожалению. Верно? Почему, Дедович? Вот, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. В заключении я бы хотел, я бы хотел в заключении спросить вас. Вот вы хотите ответить сыну, ну, на его фразу. Хотите ответить, чтобы что по итогу получить? Какого вы, какого вы результата хотите? Подумайте об этом. Исходя, исходя из этого, исходя из того, чего вы хотите добиться, вам можно будет рекомендовать. Но без повышения самоотделения, без выработки уважения к себе, без сработки с собой, в данном случае, ситуацию не решайте. Не поменяйте сын, пока не поменяйте свой. И самая большая ошибка, которая может быть с вами допущена, это обвинять его в том, что вы сами ему дали. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...